Всем привет! Сегодня мы разберем ситуацию с Рейрой с юридической точки зрения. Для того, чтобы быть максимально корректным, я пригласил в данный ролик практикующего юриста, имеющего статус адвоката, Ирину Язеву. Мы с Ириной подготовили два ролика. Первый будет у меня на канале. Мы поговорим про авторское право. Узнаем, может ли копипаст чужого текста считаться вашей интеллектуальной собственностью. А на канале Ирины будет разбор досудебной претензии от Рейры, а также подготовка юридически обоснованного ответа. Ссылку на канал Ирины я оставлю в описании, переходите, смотрите там свежий ролик, а также подписывайтесь, потому что такие подписки могут быть полезны. Как оказалось, сегодня за правду на вас могут подать в суд. Главное, ничего не бойтесь и отстаивайте свои права. История с Рейрой кратко. Я нашел факт плагиата в ее авторском гайде по скорочтению. Сделал ролик, в котором показал какую информацию и откуда брала Рейра дословно. Рейра не придумала ничего лучше, чем подать на меня в суд, что я, показывая ее плагиат, нарушил ее авторские права. Я решил довести историю до конца, поэтому сегодня мы с юристом максимально объективно разберем эту ситуацию. Ролик будет состоять из моих вопросов и ответов на них Ирины Язевой. Итак, первый блок вопросов. Распространяется ли авторское право на сториз из инстаграм? Имело ли место нарушение авторских прав автора в моем ролике? Соблюдены ли мной все обязательные условия цитирования, предусмотренные законом? Сториз из инстаграм также может быть объектом авторских прав. Однако же отсутствовало нарушение авторских прав видео с ютуб-канала Телек Телек, поскольку автором данного канала были соблюдены все необходимые условия для цитирования, как в случае со сториз из инстаграм, так и в случае отзыва на гайд по скорочтению. Если считать Рейру автором произведений, то автор канала Телек Телек не выдавал произведения Рейры за свои. Он лишь обратил внимание зрителей на отдельные моменты, для чего процитировал произведения в критических и полемических целях в необходимом объеме. Если считать видео Телек Телек нарушающим авторские права, то как вообще граждане потребители могут получить информацию о планируемых приобретению товарах или услугах, как они до покупки могут оценить качество товара или услуги и понять, стоит ли вообще платить за это деньги. Следует отметить тот факт, что и по жалобе Рейры в ютуб о нарушении авторских прав специалистам ютуб нарушение авторских прав не усмотрено, поскольку авторам канала Телек Телек были соблюдены принципы добросовестного использования. Концепция добросовестного использования авторских прав работает в некоторых странах, включая США. В России существует аналог добросовестному использованию – это свободное использование, принципы которого были соблюдены автором канала Телек Телек. И второй блок вопросов для юриста. Когда возникает авторское право и на что оно распространяется, может ли автор взять чужие методики скорочтения, собрать их в свой курс и продавать от своего имени? В России у автора произведения нет обязанности заявлять о создании своего произведения какую-либо структуру, ведущую учет. Поскольку в соответствии с частью 4 статьи 1259 Гражданского кодекса для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется какой-то специальной регистрации либо соблюдения иных формальностей. То есть авторские права на произведение возникают уже в момент создания такого произведения и подлежат защите. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, которые перечислены в пункте 1 статьи 1259 Гражданского кодекса. Например, это литературные произведения, аудиовизуальные произведения, фотографические произведения, произведения живописи, скульптуры и другие. Исключительное право на использование произведения принадлежит автору. Таким образом запрещено использовать чужое произведение без согласия автора и выдавать чужое произведение за свое, тем более в коммерческих целях. Однако в силу пункта 1 статьи 1247 Гражданского кодекса допускается цитирование без согласия автора при соблюдении следующих условий. Первое – это обязательное указание автора произведения. Второе – это обязательное указание источника заимствования. Третье – цель цитирования, которая должна быть информационная, научная, критическая, полемическая, либо в целях раскрытия творческого замысла автора. И четвертое – это объем цитирования должен быть оправдан целью цитирования. Если говорить простыми словами, то когда кто-то копирует чужое произведение, то он использует чужое произведение как часть своего, достигая при этом собственных целей за счет чужого труда. В свою очередь при законном цитировании не создается впечатление, что это ваш труд. Вы приводите какой-то конкретный отрывок чужого произведения, делая акцент только на нем. Цитирование должно осуществляться для указанных ранее целей, например, для критических целей, информационных, полемических целей. При этом цитирование должно быть разумным, то есть не переходить в разряд копирования и нарушения чужих авторских прав. Я благодарен адвокату Ирине Язевой за юридический разбор основных вопросов в данном деле. Смотрите ролик с разбором досудебной претензии у нее на канале и никогда не бойтесь отстаивать свои права. Подписывайтесь на канал. Всем пока!